В форме гостевой, обычно они играют в черно-белых цветах, ну и за воротом Оли Бернарда Никеля, Анбопе в штрафной, Матео Павлович, здесь Дракслер, передача, выходит на ударную позицию, но мяч покатил налево, подача неудачного, атаканже, у гостя ее осмелили, О, тут может подавать, но не стал этого делать, Боредос, удар, но чуть позже в гости уже в штрафный кардион не доходит, Флоренции в штрафной удар, и Александра Флоренция забивает, забивает на седьмой минуте, демонстрирует сердечко туда, там, где есть болельщики, это Дипти, демонстрирует сердечко туда. Конференция накануне этой встречи Томаса Тухи, но было принято решение просто прекратить разбирательство, никак не всегда, но вот в Париже он играет здорово, а также здорово играет в первых играх за Париж, больше в центре, переместился, он далеко не факт, что Кейлор Навас, атака, атака правым флангом, подача, удар, Марсалом, бывшим защитником Леона, на левый бро, Покидывает между ног и Эднури, подача, но здесь мяч за пределы поля, Бернардо Ни, здесь он чуть ошибается, Амбаппе, и вот. И вообще здорово он турнир у нас провел. Сборной Франции в составе парижан заброс штрафную, здесь Амбаппе. Вновь Вератти, не прошло. Вот так вот Неймар показывает сначала у него финти луба, получил обратную передачу, марсельскую рулетку. Попыток, просто итальянец, плюс очень низкий центр тяжести, и вот так соперников получает обратную передачу от Вератти. Ильжинии, и Паредес здорово играет. Мяч в пяти турах, в играх Икардием, здесь жестко встречают Мауру соперник. Бреста свою команду спас. Неймар на дриблинге уже, что ты сейчас проигрываешь, а попробовать выиграть всегда можно. Так же происходит и сейчас. Ну а за юношескую сборную Франции уже абсолютно другая история. Подача в штрафную здесь не проходит. Делал передачу вперед, здесь вновь Кемпембе, но тут уже, что это удар ради удара, а вот так заскакал Абгазон. Рядом есть Ильжинии, и попытка дальнего удара. Центеттьен, Монако и Лац. Быстро разыграли парижане Мбаппе, Айкер Муруа. Громил парижан, а здесь прошла передача Балкен. Врезался в голкипера. Наверное, сильно уступает в антропометрии Кейлор Наус. Ну и между Кемпембе и Маркинисом, да, здесь и Кейлор Наус. Он просто по инерции это сделал. Уже и в прошлом сезоне поиграть, и в нынешнем. Пора переименовывать в Севильный Кап. Пижонил, и тут же мяч забрали. Тиуп, и вообще попробовал подобраться. И вот прострел, здесь чуть было пары. После того, как с мячом расстался, что-то объяснить. Заброс на Икарде. Он забивал третий мяч. Он как раз вполне себе может покатил Балкен. И теперь вот у Кемпембе. 1-1 по этому показателю. Абсолютно неинтересно. Абсолютно не пугает Мбаппе. Ударная и Мара. И 2-0 на 36-й минуте. Вот так вот. Кирян Мбаппе, казалось бы, абсолютно в простой ситуации. И в целом, когда смотришь игру этого 21-летнего нападающего, есть ощущение, что в метрах в 26-ти это Тиуп заработал. Ну и давайте смотреть, что же придумают Анжи. Во Франции есть 4 человека в стенке. Здесь прием, если нам покажут повтор, не самый обычный пачка. Закупаешь футболистов сыгранных. Наверное, Камеруница была адресатом этой передачи, а здесь адресат. Вот, посмотрите, он не просто сделал передачу Флоренции. Но, скорее всего, здесь у Икарди положение вне игры было. По-моему, все-таки положение вне игры зафиксировано. Икарди забил после передачи Кирян Мбаппе. Но и вот второй мяч. Парижане соскучились. Парижане, наконец, набрали ход. Случил обратную передачу. Прострелил, была игра. И получить в ответ. Но здесь получают удовольствие парижане. Наконец, из которых уже, по сути, позади. Ну, да, здесь оттолкнул Павлович. Мары не такой исполняет. Подача в район 11-метровый. Кемпим. Хочется наблюдать по возможности живьем. Здесь нужно уже что-то придумать гостям, потому что скоро будет свисток подачи. Маркин Аид Нури. Четвертый Матео Павлович. Четырнадцатый Лосанак. После одного из матчей первого тура здесь убьет Неймар. И на сорок седьмой минуте забивает. Казалось бы, что все, уже эта атака закончилась. Но Неймар, оказывается, с мячом бьет. И Антифранция здесь сразу дважды успевает Мбаппе. Надо это смотреть. Да, здесь наступает. Мячи мы с вами сегодня еще увидим. И вполне без травм обошлось. Дайте, смотреть положение вне игры здесь не было. Подача бразильца. И мяч мог нырнуть в ворот в Брюге на два года. Ну, а также в Кот-Дивуаре. Но уже в юном возрасте эту школу не пригодился. Вот Дуринцам подача. Стандарт. И сам Капеле подает. Удар. И вот, пожалуйста, 3-1. Испаэль Трауре забивает. Забивает третий мяч для себя в нынешнем чемпионате Франции. Для себя в нынешнем чемпионате Франции. Игрался вот здесь Сыкарди. Икарди забрасывает на Мбаппе. Удар. Есть вариант, который мне приходит на ум. Здесь Вератти. И прошла передача от Паре до Савоса. Бакер. Бакер. Прострел. Удар. Рикошет. И, казалось бы, Бернардони все-таки дотянулся до мяча. И это так и есть. Но он все-таки влетает под перекладину. Его ворот. Порой даже жалко. Мури доставил мяч Тиу. Вот он бьет. Мец. Пытались обыграть парижане. И все-таки в концовке. И в девятером были парижане. Диалог был удален. В случае желтую карточку. Жестко влетел в Александра Максима. В группе Лиги Европы. И в обоих матчах участие. Посыл был такой, что... Не знаю, будут ли еще двойные. И Марс с мячом. Передача. Здесь Дракслер Е и Леандро Паредеса. А, нет, вот. Паредес меняет РР. Он на замену участие принимал. Вот в стартовом составе. И там лишь парижане и Леон. Еще, наверное, более важно. Франческо Тотти. С Абсолютно знакомые. Общаются. И рассказал о том, что в плечах был именно Мулен. Главным тренером Анже. Здесь Маркинис. Он появляется на поле. Меняет он Бокена. Это Анже. 26 лет ему. 94-й. В чем расстался Мбаппе. Неожиданно он оказался в центре. Но там только один Дионии. В штрафной площади. Бьют, наверное, только Лионели Месси. Удар Дани и 71-я минута. Счет становится 5-1. Здесь визуально кажется, что Бернардани ошибся. Воронин здесь визуально кажется, что Бернардани ошибся. Мы с вами говорили о том, что Гие дальнему дает. Причем именно в играх на Парк Дарьмар частенько и иначе делает. Но здесь он просто руками привлекает внимание. Но здесь, причем ничего не было. Абду Диало, тот самый человек, который удалился в игре смен. Помним мы, заброс нам Баппе Келянса. О, это такое. Бали здорово притормозил. И Неймара усадил на газ. Неймар, ну, а вот это, пожалуйста. Вот за такие трюки Неймар. И может быть, все было бы иначе. Здесь прострелы, Карди, и браво. Меняет Стефан Мулян. Второй лиги и даже периодически играл за вторую команду. Котлева, Пабло получает передачу. В касание обратно. И Келян Баппе все-таки свой мяч забивает. Для него этот мяч становится вторым. Мяч становится вторым в чемпионате Франции.